В спортивном центре молодежной буквально негде упасть яблоку. И неудивительно, сегодня здесь собрались юные гимнастки со всей области. Здесь стартуют соревнования под названием «Волшебные мечты». Участвовать в них для молодых спортсменок уже традиция. Проводят соревнования уже в 15-й раз. Мы проводим очередной ежегодный турнир городов России «Волшебные мечты». У нас две категории – личная программа и групповые упражнения. Примерно человек 200 участниц. Довольно-таки много. На соревнованиях девочки от 4 до 14 лет. Юные спортсменки участвуют как в личных, так и в групповых выступлениях. Девочки выкладываются на полную. Строгие судьи не пропускают ни одной ошибки. Судейство у нас проходило в трех бригадах. То есть оценивали исполнение, оценивали музыкальность, артистичность гимнасток, а также сложность. Сегодня выполняли девочки упражнения без предмета. Поэтому сегодня вот так. На соревнования приехала и маленькая Вероника из Мурома. Юная спортсменка сегодня не очень довольна своим выступлением. Хоть ее команда и заняла почетное третье место. Но гимнастка заявляет, что поле для работы еще очень велико. Я недовольна, потому что я не все элементы правильно сделала. Но есть к чему стремиться. Да. Тренирует Веронику родная мама, которая ранее тоже достигла серьезных успехов в художественной гимнастике. Мария привезла с собой не только дочку, но и семь команд-участниц соревнований. Ваш город пригласили на соревнования. Мы с удовольствием приняли предложение. Приехали, выступили. Привезли несколько команд. Привезли личик. Соревнования очень понравились. Новогодние. Интересные. Взяли много мест. Призывали их. Поэтому мы довольны. Для юных спортсменок эти соревнования последние в уходящем году. Отличный повод опробовать новые программы и отдельные элементы. И если спортивные награды получили не все, то без сладких призов никто не остался. С Новым годом гимнасток поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Константин Миронов и Дмитрий Журавлев. Шестой канал. С Новым годом гимнасток поздравили Дед Мороз и Снегурочка.